This conference will now be recorded. Всем добрый вечер. Меня зовут Яна Несс. Я преподаватель ARCHICAD 23 в Центре компьютерного обучения специалист. И сегодня мы будем рассматривать тему инструмент крыши, способы построения и редактирования крыш в ARCHICAD 23. Для начала я расскажу вкратце о себе. Я закончила Московский архитектурный институт по специальности архитектура с дипломом бакалавра, а также с дипломом специалиста по направлению градостроительства. Также я закончила технический университет Штутгарта в Германии со степенью магистра наук по международной программе проектирования инфраструктуры. Я работала в четырех странах и общий стаж работы по специальности у меня более 10 лет. Последние 6 лет я проживала и работала в США, работала в департаменте проектирования и зонированной территории в штате Северная Дакота. Я бы хотела немного рассказать о линейке курсов ARCHICAD, которые представлены в Центре Специалист и курсы, которые, возможно, могут быть связаны с курсом ARCHICAD. Во-первых, нужно отметить, что после окончания курса ARCHICAD 23 всем слушателям выдается международный сертификат Graphisoft, который значительно повышает шансы трудоустройства или же успехи в профессиональной деятельности. Также возможна линейка программ, которые могут пригодиться при работе с ARCHICAD или в архитектурной деятельности. В общем, например, четежные программы AutoCAD, 3D-моделирование Autodesk 3D Max, графические редакторы для создания презентационных материалов, буклетов, Adobe Photoshop, Adobe InDesign. И видеоредакторы, например, для создания видеороликов, которые часто также могут быть использованы при общении с заказчиком Adobe Premiere. И опять же, при окончании этих курсов также выдаются международные сертификаты соответствующие. Конечно же, это не все курсы, которые представлены в Центре, это лишь выборка наиболее популярных курсов, которые могут быть связаны с курсом непосредственно по ARCHICAD. Я бы немного хотела рассказать также по программе СВСС непосредственно самого курса по уровню первому, который дает основу по знаниям программы ARCHICAD 23. Состоит он из 10 модулей, начиная со знакомства с терпейсом программы, через все необходимые темы, вплоть до выпуска проектной документации, печать. И наша сегодняшняя тема по крышам входит в модуль номер 7. Основы моделения в 3D – построение сложных объектов. Также в Центре специалистов есть второй уровень, который можно прослушать после первого уровня, если уже есть достаточные знания, которые позволяют более глубоко вникнуть в программу и дают расширенные возможности архитектурному проектированию среди ARCHICAD. Программа модуля 7, из которого мы сегодня будем рассматривать тему по крышам, также включает в себя инструмент лестницы и инструмент ограждения. Сегодня мы будем рассматривать инструмент крыши, способы построения и редактирования крыш. Также в эту тему входят линии плоскости крыш, отечения элементов крыши, инструмент световой люк. Сегодня мы будем рассматривать, как я уже сказала, способы построения крыши, геометрические варианты построения, способы построения специальным инструментом крыши в панели инструментов. Мы также будем рассматривать параметры выбранной крыши, параметры крыш по умолчанию, в данном случае выбранной крыши, мы будем создавать геометрию нескольких вариантов крыш, и также будем рассматривать инструмент конструирования дополнения крыши подрезка по односкатной крыше, то есть в основном это необходимо по подрезке стен под крышу. Также инструмент конструирования соединить, соединение, отсечение элементов крыши оболочкой, также опять же используется при, особенно при отсечении стен. Итак, я приступаю к работе непосредственно с программой. Если у вас установлен архикад, вы можете его запустить и открыть, он просто новый чистый документ. Я уже открыла файл с некими заготовками. Здесь у меня различные заготовки по стенам, которые я буду использовать, чтобы строить различную геометрию крыш. То есть вам не нужно создавать эти заготовки сейчас, в этом нет необходимости, мы можем строить просто на чистом листе. Или же вы можете создать такие простые примитивы, квадраты из стен, более комплексная форма. Если вы успеваете, то можете параллельно также создать эти стены. Но это не обязательно. Итак, открываем уже, как я уже сказала, архикад. Также можно скачать архикад с официального сайта Graphisoft, учебную версию с лицензией на один год, если вы хотите ознакомиться с программой. Итак, давайте начинаем наше знакомство с инструментом крыша. Инструмент крыши находится в панели инструментов в разделе «Конструирование». Активируем этот инструмент, у нас появляется информационная панель, которая в данном случае, я ее сюда расположила, вот так вот вертикально. Мы также можем схватиться за эту панель, да, курсор принимает форму такого креста и расположить эту панель, как нам удобно, соответственно, на нашем рабочем поле, на нашем рабочем экране. Вот, то есть мы можем ее перемещать. Я вот ее пока располагаю здесь, то есть она у вас может быть расположена в другом месте. Здесь, в этой панели расположены некоторые параметры. То есть не все параметры, но некоторые параметры, которые мы можем редактировать, реквизиты крыши, мы можем их редактировать прежде, чем начинать черчение, то есть параметры по умолчанию, и эти параметры будут применяться ко всем крышам, которые мы создаем после назначения этих параметров. Также мы можем нажать вот сюда на диалог параметров и входим в окно параметры крыши по умолчанию. Здесь у нас есть некоторые дополнительные параметры, которые отсутствуют в эвакуационной панели, которые мы тоже можем назначать, прежде чем мы начинаем черчение, или также, когда мы уже начертили крышу, мы можем, соответственно, редактировать эти параметры уже начерченных и выбранных крыш. У нас существует несколько вкладок параметра крыши, формы расположения, где мы можем назначить высоту, например, высоту базовой линии от текущего этажа, который мы также можем назначить. В данном случае первый этаж текущий назначен собственным этажом, мы можем назначить вид конструкции или основная конструкция. При выборе его можем назначить толщину этой конструкции или многослойная конструкция, которая в данном случае у меня выбрана. По умолчанию она у меня стоит. Крыша плоская, то есть мы можем также здесь выбрать доступные конструкции, по многослойным конструкциям. Эти конструкции мы также можем назначать отдельно. Эта тема по многослойным конструкциям также входит в курс по архикаду. Здесь у нас есть односкатные и многоскатные крыши. Выбор по способу построения этих крыш, назначение угла, на котором скат располагается. Также у нас можно задавать угол торцов крыши как перпендикулярный или вертикальный, или специальный, под определенным углом, который мы вводим числовое значение. Если у нас выбрана крыша, геометрический вариант многоскатный, у нас активируется в параметрах крыши вкладка «Многоскатный геометрический вариант». Здесь мы видим такой предпросмотр крыши в сечении ската, который нам позволяет визуально понять, каким образом у нас располагаются наши скаты. Во-первых, мы можем добавлять скаты. Например, сюда нажимаем на «Новый», добавляем дополнительные уровни. И для каждого уровня назначаем свой угол уклона и свою высоту. Таким образом, у нас также все отображается здесь на предпросмотре. Так, дальше, отображение на плане разреза нам позволяет задавать различные реквизиты по перьям, по линиям, каким образом мы хотим, чтобы наша крыша отображалась на плане этажа. То есть мы показ на этаже, отмечаем, на каких этажах она отображается, каким образом, проекция, весь элемент будет отображаться, контуры. Мы можем контуры крыши здесь редактировать, выбирать тип линий, выбирать цвет пера, линии проекции, перо линии проекции, штриховка поверхностей, которые у нас в данном случае назначены как черепица. Нажимая вот сюда на образец штриховки, мы можем выбрать, каким образом мы хотим назначить нашу штриховку крыши, если нам это необходимо. Также мы можем использовать штриховку покрытия, покрытия материала, то есть уже не штриховка поверхности используется, она у нас деактивирована, а используется штриховка покрытия. И для нее назначаем соответствующий тоже цвет пера и перо фона штриховки поверхности. Также можем назначить ориентацию. И вкладка модель нам позволяет делать замену покрытий по верхней поверхности, по торцевым поверхностям и по нижней поверхности. То есть при нажатии у нас осуществляется активация или деактивация этих материалов. Если мы нажимаем на связку, то все материалы у нас становятся одинаковы. То есть мы связываем к первому материалу. Вот это значок такого изображения, если он присутствует, это значит, что к покрытию привязана текстура. В данном случае металл, бронзе текстура не привязана. Здесь мы можем выбрать любой подходящий вариант. Также у нас есть вкладка классификации и свойства, которая содержит достаточно много различных параметров, что касается конструкции, энергоэффективности, противопожарной защиты, шумозащиты и так далее данного элемента. Итак, нажимаем ОК. И приступаем к построению наших крыш. Итак, здесь у нас есть два геометрических варианта построения. Выбираем вариант первый. Односкатная крыша. То есть мы строим крышу, которая будет состоять только из одного ската. И при активации этого варианта, соответственно, у нас меняются иконки. По способу построения у нас существует способ построения сложная крыша, способ построения прямоугольник и повернутый прямоугольник. Так. Выбираем способ построения сложная крыша. Например, если у нас есть какой-то контур стен, который не просто прямоугольный, а какой-то сегментированный, например, то мы можем вот этот способ хорошо использовать. Сначала мы должны задать базовую линию. Задаем базовую линию двумя щелочками мыши. Она будет идти у нас по стене. Теперь привязываемся. Потом курсор у нас принимает символ, становится курсор глаз. Это значит, что мы задаем направление возвышения ската. То есть у нас скат будет от базовой линии возвышаться. Соответственно, я хочу, чтобы он возвышался в эту сторону. И я нажимаю, соответственно, на внутри моего контура. Делаю щелчок мыши. Теперь карандаш принимает форму. А, курсор принимает форму такого белого карандаша. Это значит, что я могу начинать очерчение. Я начинаю прочерчивать, привязываясь. Когда у нас четный карандаш становится, это значит, что точка привязки определена. Я могу привязаться к этой точке привязки, к этой вершине стены в данном случае. И прочерчиваем весь контур до конца. Все, теперь крыша у нас построена. Выбираем указатель и выбираем крышу вместе со стенами. Нажимаем клавиши F5, чтобы посмотреть, как у нас это выглядит в 3D-окне. Итак, если у вас настройки 3D-окна таким образом сделаны, что вы не видите, что у вас крыша где-то на другом месте, вы не видите ее, то мы можем здесь внизу в табло оперативных параметров нажать по размеру окна, и тогда у нас крыша, которая где-то в другом месте, которая не видна, она у нас появляется четко по размеру нашего 3D-окна. Также с помощью орбиты мы можем вот так вот визуализировать и смотреть, как выглядит наша крыша в 3D. То есть мы видим, что у нас появился вот этот скат. Здесь нужна будет коррекция по отрезанию стены, продлению стен до крыши. То есть продлевать мы не сможем стены. Мы должны будем в самом конце, я буду этой темой касаться, мы должны будем эти стены сделать выше крыши и потом их обрезать, как вот в данном случае. Ну, таким вот образом мы можем создать скат по контуру. Дальше возвращаемся на наш план этажа. Выбираем опять инструмент крыши и сделаем вариант по прямоугольнику. То есть здесь у меня уже какие-то варианты сделаны. Пока я удаляю и делаю вариант по прямоугольнику. То есть это простой вариант. Сначала опять же, так как у нас односкатная, мы задаем направление, направление возвышения и прочерчиваем просто прямоугольником. Все, крыша у нас построена. То есть опять же, мы в 3D выделяем наши объекты. То есть мы хотим посмотреть только выборку в 3D. Мы можем нажать или F5, или правой кнопкой мыши показать выборку бегущую рамку в 3D. Вот, то есть как раз вариант, когда у нас в 3D окно таким образом настроено, видит, что у нас не видна наша выборка. Мы нажимаем по размеру окна, такую лупу внизу в оперативных параметрах, и появляется наша выборка. Вот таким образом мы видим, что опять же нужно будет дорабатывать стены, чтобы они соприкасались с крышей. Возвращаемся опять на первый этаж. Итак, крыша. Что касается повернутого прямоугольника, если у нас необходимо крышу расположить под углом, то есть если, например, в этом варианте мы бы хотели задать некий угол, да, вот, например, 45 градусов направление, то я не могу под этим углом построить. То есть крыша у меня будет строиться только вот таким вот образом, под 90 градусов. Чтобы мне построить под углом, я должна выбрать повернутый прямоугольник. Теперь я задаю 45 градусов, например, направление ската, и уже я могу по этому углу, соответственно, простраивать крышу под определенным углом. Итак, давайте дальше рассмотрим геометрический вариант построения многоскатной крыши. Выбираем способ построения сложное. Можно таким же образом, как мы и строили односкатную, также по контуру, просто здесь уже не нужно задавать направление ската, мы можем просто начинать по черчению контура. Таким вот образом создаем и автоматически архикат по контуру производит просчет и геометрию расположения вот этих скатов и их пересечения. То есть мы видим, да, что уже это все создано автоматически в соответствии с нашим контуром стен. Убираем F5, предпас ротор. Вот таким вот образом выглядят уже наши скаты крыши. Если мы хотим быстрее это сделать, то есть мы по какому-то более сложному контуру, чтобы нас все не прочерчивать, каждым щелчком мыши по каждой вершине, мы можем воспользоваться волшебной палочкой. Волшебной палочкой вызываем клавишу пробел, нажимая клавишу пробел, у меня курсор представляет из себя теперь волшебную палочку. Я могу навести на внешний или внутренний контур стен, и когда вот такими синими линиями отображается, это у нас предпросмотр, каким образом будет выглядеть крыша при таком расположении. То есть я могу нажать теперь левая кнопка мыши, все автоматически, поделочный щечок мыши по сути, у нас строится по замкнутому контуру наши скаты. То есть опять же необходимо, чтобы контур был замкнут. То есть если контур не замкнут, то он не будет строиться, тогда не будет работать с волшебной палочкой. Так, и также это в данном случае всегда будет создаваться, то есть мы можем выбрать, да, вот здесь еще способ построения, прямоугольная, вальмовая, щипцовая. То есть это у нас было по сложному контуру, здесь у нас будет, соответственно, по таким вот образом. По, так, крыша, по двум точкам создается вальмовая крыша, выбирая, соответственно, щипцовый вариант, также по двум точкам. Вот у нас наши две крыши создаются. Мы сейчас посмотрим в 3D. Вот они. Итак, также если у нас присутствует какой-то сложный контур, опять же, и мы выбираем тут, вне зависимости от того, какой вариант мы будем выбирать, у нас всегда будет создаваться вальмовая крыша. То есть щипцовый крышей, волшебной палочкой создавать архикад автоматически не будет. И также у нас присутствует вариант повернутый, то есть то же самое, как и при односкарте. Мы можем задать неопределенный угол и под этим углом расположить уже в зависимости от варианта построения наши крыши. Итак, теперь можно сделать, как мы делаем различные модификации. То есть мы создали какой-то контур, крыши создали, и теперь нам нужно, например, сделать суховое окно, как в данном случае. вот такой вот вариант добавить. Таким образом мы можем это сделать. Так, создаем, соответственно, создаем по такому сложному контуру волшебной палочкой вот такой вот вариант. И теперь я хочу добавить сюда вот так вот, как вот здесь, да, примерно. Таким образом я буду пользоваться локальной палитрой. Я могу пользоваться локальной палитрой как на плане этажа, так и в 3D окне. В зависимости от того, за что будет хвататься мышь, то есть мы нажимаем, например, на вершину, у нас появляется локальная палитра, и набор инструментов по локальной палитре будет меняться, в зависимости от того, на что у нас идет нажатие, что мы выбираем. То есть выбирая ли это контур, или вершину, или синий контур, который у нас базовой линии идет, будет меняться набор этих инструментов. То есть сейчас у нас по набору в вершине идет перемещение вершины, мы можем менять контур нашей крыши таким вот образом. Дальше у нас идет скругление. Давайте вот этот угол приближе сделаем. Скругление. Нажимаем, и появляется окно, где мы можем выбрать радиус скругления. Например, можем сделать 1000. Окей. Вот таким вот образом у нас скругляется по заданному радиусу. Если я выбираю соединение, то по прямой, соответственно, по прямой теперь у нас две точки, соединяются две вершины. И если я хочу применить это абсолютно ко всем углам, чтобы они были все одинаковые, я выбираю применить ко всем углам. Вот. Теперь у нас все углы таким вот образом скруглены. Дальше. Если мы хотим добавить услуговое окно, мы нажимаем на контур синий, и в локальной палитре уже мы видим, несколько меняются наши инструменты, то есть там у нас добавляются вставки новые вершины, криволинейное ребро, то есть мы можем, например, делать скругление таким вот образом. Я в данном случае хочу добавить элемент. Я выбираю добавление к многоугольнику. И рисуем многоугольник, который необходимо добавить. в данном случае. Так, это мы пока удаляем. С этой стороны мы тоже можем сделать такое вот слуховое окно и посмотреть, как у нас это выглядит теперь в 3D. нажимаем клавишу F5. Вот таким вот образом. То есть здесь нужна некоторая корректировка, опять же, в зависимости от геометрии. Мы можем осуществлять корректировку непосредственно в 3D окне. То есть хватаясь за вершины и выбирая, соответственно, уже в меню данной локальной палитры, например, растяжение горизонтального конька, вот так вот мы можем вносить корректировку, если у нас несколько геометрия неправильно построилась. То же самое можем здесь сделать также. Вот. Так, дальше. Теперь, как мы можем создать несколько уровней крыши? Например, построим... Так, я лишнее пока отсюда удаляю. Построим вальмовый реверамп. И теперь я хочу поработать с уровнями. Теперь я должна зайти и работать с параметрами. выбираю крышу. Правая кнопка мыши. Параметры выбранной крыши. Я также могу в эти параметры зайти и нажать просто вот сюда на диалог параметров. Появляются наши параметры выбранной крыши. И здесь мы можем выбирать уже до нее вот эти параметры редактировать. Мне интересно вкладка многоскадный геометрический вариант. Здесь у нас присутствует два ската. То есть мы можем добавлять, например, новый скат. Вот он у нас появляется. Менять, соответственно, углы наклона. Также менять высоту. То есть мы смотрим, как у нас в предпросмотре это выглядит в зависимости от цифр, на которую мы вводим. И посмотрим вот с такими цифрами. То есть углы Я по нарастанию. То есть самый маленький угол у нас здесь. Дальше у нас вот такой угол 71. То есть мы видим первый, второй, третий. Вот они у нас здесь. И высоты. Также мы можем свес редактировать. Вот эта линия значит свес. Нажимаем ОК и посмотрим, что у нас получилось в 3D. F5. Вот. То есть мы видим, у нас отображаются теперь вот эти уровни, которые мы добавили. И мы уже можем заниматься уже здесь редакцией в 3D с помощью локальной палитры. Например, схватаясь за вершину, опять же, мы можем заниматься редакцией этого ската, растяжением горизонтального конька таким вот образом. то есть опять же зависит от того, на что мы нажимаем, да, и какие у нас могут быть варианты таким образом. Так. То есть здесь, возможно, нужно будет уменьшать, то есть у нас слишком такой маленькой получилось, нам нужно будет уменьшать вот это расстояние и, например, увеличивать вверх. Опять же, все это мы можем в параметрах да, вот это вот расстояние возможно несколько увеличить и экспериментировать, что у нас получается и как это выглядит в нашем предпросмотре. Даже некоторый уровень мы можем просто удалить и посмотреть, да, как у нас меняется. Теперь у нас только два уровня, и мы можем редактировать уже непосредственно каждый отдельный уровень по локальной палитре. То есть, опять же, если геометрия несколько смещается, то просто вносим наши корректировки с помощью локальной палитры. Так, дальше возвращаемся. То есть, да, вот здесь мы можем совершенно спокойно вносить вот эти корректировки необходимости. пользуясь локальной палитрой также и на плане этажа. Итак, дальше давайте создадим еще также полуваймовую, шипцовую крышу. Так, мы ее создали и также с ней поработаем с уровнями в параметрах. задаем рамы высоты, которые необходимы, и посмотрим, что у нас получилось в 3D. Вот такой вот вариант также возможен. Итак, теперь, что касается, когда у нас стены, да, то, что мы сначала, в начале занятия смотрели, у нас по стенам бывает такой вот вариант, вот этот вариант, например, посмотрим, как в 3D это будет, то есть, я, да, у нас, когда стены, нужно делать обрезку. Что мы можем делать в данном случае? Во-первых, мы продлять стены до крыши не можем, то есть, мы должны сначала изменить высоту наших стен, если они у нас ниже, да, находятся, ниже крыши, мы должны в параметры выбранной стены изменить эту высоту таким образом, чтобы она вышла за пределы крыши. То есть, вот здесь я поставила это число, и она у меня достаточно высоко теперь вышла. Теперь я выделяю все мои объекты, которые участвуют в операции. И здесь у меня есть такая кнопка «Отсечь элементы крыши и оболочки». Нажимаю, появляется окно. Отсечение элементов здесь два варианта. Я выбираю использовать крыши и оболочки из текущей выборки, то есть, у нас, потому что крыша уже в выборке есть, нажимаю «Отсечь». И вот таким вот образом происходит наше отсечение. То есть, теперь у нас стены точно отсеклись под крышу. Также мы можем этот вариант конструирования соединить и через конструирование можем вызвать то же окно. Отсечь элементы крыши и оболочкой. Появляется то же самое окно. Если, например, я здесь выберу выбрать другую крышу-оболочку, нажимаю «Выбрать». Здесь сначала появляется такой домик, это курсор с домиком. Это значит, что я должна сначала выбрать крышу, которая будет производить отсечение. Я выбираю крышу, которая у нас есть, в данном случае у нас становится красной. Теперь курсор мне предлагает отсечь или вверх, или низ. То есть, здесь логика такая, что то, что я хочу сохранить, я должна выбрать. То есть, я выбираю низ, вверх у меня отсекся. Если бы я выбрала вверх, то есть сначала выбираю крышу, затем, если бы я выбрала вверх, то у меня отсекается низ. Но такой вариант нам не подходит. также мы можем, что касается односкатных крыш, вот этот вариант, например, мы продлеваем наши стены, параметры. в параметрах задаем высоту. Окей. И теперь также выбираем все элементы, заходим в конструирование, дополнение крыши и подрезать подноскатную крышу. Теперь у нас появляется окно подрезки под односкатную крышу. То есть, опять же, это будет действовать только для односкатной крыши, а не для многоскатной. Поэтому мы для многоскатной пользовались вот этим, вот этим инструментом. Здесь мы можем подрезать вверх или подрезать вниз, выбрать. Подрезаем вверх. Вот у нас низ остался. То есть, это как раз тот вариант, который нам необходим. То есть, соответственно, если бы подрезали вверх, то у нас бы, или подрезали вниз, то у нас бы осталась верхняя часть осталась бы. Итак, я заканчиваю семинар и хотела бы обратиться к слушателям. Если у вас есть какие-то вопросы, то вы можете их скинуть или в чат, или озвучить по теме или вообще по курсу Архикат. Пожалуйста. Я бы хотела, если какие-то вопросы будут появляться, то, пожалуйста, в чате пишите, пишите ваши вопросы, и я буду стараться на них ответить во время нашего занятия сегодняшнего. Пока я хочу также рассказать, что если у вас есть какие-то вопросы в целом по курсам специалиста, то вы можете на сайт специалист.ру зайти, и здесь в разделе контакты вы просто можете позвонить по телефону и написать имейл. Это что касается непосредственно курсов, всех курсов центра специалист. здесь также мы можем на сайте, соответственно, вы ищите, когда вы ищете наш курс по Архикат, то курс Акарфисофт, он находится в разделе курса системы автоматизированного проектирования. Вот у нас курсы Архикат, которые доступны, сейчас запись идет, то есть на мой курс идет запись с 1 июня, курс начинается для первого уровня. Также есть второй уровень, но он уже, да, он уже начинается скоро. Так, дальше, что касается непосредственно информации по самому курсу, также на сайте вы просто нажимаете, да, вот здесь нажимаете на курс и смотрите, здесь есть вся программа. Программа по курсу, работы, пример, полезные команды, то есть какие-то полезности, то есть какую-то информацию вы можете взять с сайта, если вы хотите ознакомиться непосредственно с программой. И также уровень 2, расширенные возможности для архитектурного проектирования здесь присутствуют. Итак, возвращаясь в мои презентации, так, минутку, возвращаясь в презентацию, в самом конце я просто, опять же, оставляю контакты, то есть мой имейл, телефон центра специалистов по вопросам по курсам непосредственно и, соответственно, сайт и имейл специалистов по всем общим вопросам, то есть если у вас появляются вопросы в процессе, вы можете воспользоваться моим имейлом и писать ваши вопросы, какие-то вещи, которые, возможно, вы не уяснили сегодняшнего семинара, и вам хотелось получить какую-то дополнительную информацию, то вы можете обращаться за помощью к нам, ко мне, преподаватель Архикад и также в Центр Специалистов. Я бы хотела поблагодарить слушателей за внимание сегодня на нашем семинаре, спасибо, что вы подключились, надеюсь, что он был полезен для вас, и так, надеюсь, что увидимся еще раз. Всем спасибо и до свидания. Спасибо.